эх хорошо в деревне лето это еще не проезжающие фуры так вообще тишина птички поют трава зелененькая смотрите какая прелесть тала или талый не знаю кафе работает не работа даже стоянка платная написано мячок пошел пойдемте посмотрим что мы хоть везем то dt 3650 евро 6 евро 7 с колесиками все пока хорошо все едут все нормально пол дороги проехал прицепе так и не был вот такое счастье и так-то груз шикарный вопросов нет невысокий его по идее даже можно в принципе то и не увязывать но тут все увязано считать не буду я надеюсь михал владимирович все просчитал так-то груз классный вопросов нету ну хорошо такие грузы хорошо возить пойдем обедать перекусим чего-нибудь да и дальше поедем там уже м4 пойдем на ростов ну и дальше туда не знаю куда сегодня приедем посмотрим вижу м4 спокойная езда закончилась тихая хорошо тут ехать нет никого тишина одна фура в пять минут проедет каких пять минут 15 выходим на загруженную трассу интересно как сейчас тут уже с моряками то принципе еще май наверно рано хотя за бортом уже 27 на югах наверно еще теплее так автодор у нас висит денежки на автодоре сказали что есть гурчар воронеж ростов все почилось все что хотите делают видите можно рацию выключать да там она была не нужна потому что разговаривать было не с кем а сейчас она не нужна потому что это будет просто невозможно так это вот хорошо за посту выскакивает хамячки собрались покатили здрасьте м4 все прямая дорога ростов минводы ладикавказ вот такой маршрут поворотная черткова конец воронежской области как вы думаете ли габарит остановит или габарит не габарит не габарит ни фига себе транспортники никогда тут транспортников не видел гайцы транспортники смотрят не габарит пропустили ничего себе удивительно странно странно баллонка здоровенная у него но рост транспортно отзор на газели здесь первый раз я их здесь вижу никогда тут их не встречал с погнали в ростовскую область в район миллерово шелочка сейчас заедем увидимся с дальновойщиком старым прожженным василич здрасьте василич может туда я туда поеду я туда поеду а василич красавчик когда ты еще на зелу 130 бороздил просторы вообще что я туда поеду я вот здесь стану изменение машины да и все даже не вот здесь а вот туда через 150 метров прямо напротив шелочки ну и все сделаем паузу и поедем брел гордо да в Васильич, как старый прожженный волк, который сборозил не одну тысячу километров. Сказал, говорит, у меня, говорит, подарок. Васильич, выбирал, выбирал. Вам делать нечего. Шансовый инструмент. Ну, не то, что я хочу. Не то. Все равно в следующий раз я тебе привезу. Дорогущий, 660 рублей, Васильич. Камазовский, который самодельный. Во-первых, он чуть-чуть побольше. Во-вторых, ручка поудобнее. И ни разу яблонево, по-моему, ни разу не ломал. Такой тяжелый. Пойдет хоть чуть-чуть. Конечно. Чемножко носить не будет. Нет, нет, спиц колесо в самый раз. И не тяжело, чтобы. Васильич, буду должен. С меня долг. Ничего ты не должен, я говорю. Дай бог тебе работать, работать. До пенсии дожить. Ох, еще как пешком до луны. Ну, ничего. Ну, я же думаю, бак-то не прибавит. Не факт, не факт. Посмотрим. Так, скажи, давай идти до павли. Поживем, увидим. Я сегодня разговаривал, чтобы нам заправлю там на луну. Брюшки. Только для меня. Брюшки. Хозяйка. Наши. Вот, ну, вот, знакомый. Это был лун на пенсии. Кто-то, кто-то собирался. Говорит, кто-то не годит. Он был разговаривал. Понятно. Он еще до пенсии, как пешком до луны. Да, каких только историй не наслушаешься от Васильевича. Чего только не порассказывает. Я же говорю, вы только одно представьте. На зелу-130 с прицепом по перевалам Крестовой, в Сочи. О каких АПС, о каком чем речь идет, то вообще ничего не было. Первая передача и спускаешься. Если чуть-чуть отпустишь, ну, как от КамАЗа спускается. Точно так же. Естественно, на первой же и поднимаешься. Василий Чмелерова живет. Дай вам Бог здоровья. Спасибо еще раз за кувалду. Давно мне грозился ее подогнать. Я хоть и отказывался, но убедить, скажем так, невозможно. А это что за езда такая по встречке? Ростов-230. Четыре часа. Сейчас. Что-то 0,9. 0,9 это на что? Не знаю, ну, вообще ничего не видно. Ну, какие-то сетки спереди стоят. Что он там видит в Березине? Ну, за Ростов мы сегодня зайдем однозначно. До Минвод, наверное, вряд ли. Со дня в Новости, в Харрии. Василич! Дохнал меня на Волге. Кончик еще тот. Да, да, Василич! Знаете, сколько я 22 года? Вот этой Волге. 200 там с чем-то тысяч на спидометре. она как новая почти но только что вот местами там ржавчина появилась а так выглядит вообще как новенькая в одних руках сильно по земле на васич не ездил что она не гнила то есть выглядит вообще как только я говорю ну лет 15 может так это говорю максимум не 22 года с ума сойти для карьера 22 года водителем это был полки 22 решил покататься по м4 ну а что погодка шепчет за бортом плюс 30 уже у нас сейчас на юг идем все суме шорты не доставал уже как-нибудь суме без шортов завтра уже надо в шорты влазить что что нахуй жарко идем идем все дальше на юг не у даже интересно что в корытое самое делается как и варс вот специально не спрашиваю не узнавать вариантов нет если там 20 километров колейка или 200 метров будет все равно уже разница никакой в любом случае туда ехать надо уже все поэтому смысл раньше времени расстраиваться если она там есть приедем станем будем стоять дай бог чтоб я там не был еще камень шахтинский так еще пока мост и не сделали до до сих пор как раз улучшаем до сих пор мост и не сделали то с той стороны целую дуцепи и сухой тешу стука не углубайте северский донец а за место подождите мы сейчас едем по встречке а те где едут а те внизу едут ты смотрите они там чё в трубу переправок настроили встречка вон там идут этого не было там новый мост поставили а вот что значит давненько не был нормально а зачем наверное этот уже приходит в негодность так что у нас мы стоим на встречке да или мы едем что я не въеду а это типа через весы да я понял я смотрю тут через эти весы поехал только он тут и я все остальные едут мимо кто-то через эти весы не едет мало ли ну пост камень шахтинский это чтоб он не работал это вы что у нас все транспортники он возраст яичники здесь служба идет служба идет полным ходом там уже до этого музея доберемся вы не знаете главное что здесь же стоянка наверно какая-то есть да тут и светофор нет это так кто-то стоит какая красота сколько тут всякой техники надо найти время обязательно сюда заехать обязательно надо найти найдем когда не знаю но найдем обещаю это уже здесь шесть а нет есть еще 60 вот только закончился нифига этот камаз гору не едет я не думаю что там больше двадцатки тащит он так-то по прямой вроде бежит а сейчас гору будет уходить вообще моментально не тянет вообще ну и это тоже mercedes здесь понятно тут и 430к был там уже кабл 200 убежала в эмиграцию но нет мячок понятно какой движняк по м4 сколько транспорта я не знаю ли я не обращал внимание или что соль сколько тут ветряков по наставили правда работает только единицы из них лет они просто медленно крутится а это они медленно крутится просто но вот тут ветряков напихали много их те было здесь видно что все это новая ноу-хау уже решили использовать энергию ветра ветра нету это почти никуда много-много сука их тут штук 30 наверно такого то что видно так вот только то что я вижу там проехал шахтах не проехал и габарит белгородский шахтах не пропустили его ространс на азор кому бежит брат армянин его до 100 километров назад транспортный пост даже каких 100 центров 70 назад камень шахтинском транспортный пост здесь сейчас опять транспорты сейчас 60 до объездной ростовской но и там сколько там 25 там до этого до этого кольца сальского кольца или как она там сальского сальская там тоже пост там тоже транспорт на каждом углу и эти еще выезжали там вначале ростов черткова на посту о прикиньте на этом участке тут 300 километров эти 250 несчастных 4 транспортных поставь 4 вот это если думаете что если вас камень шахтинском проверили вас здесь проверять не будут будут как ничего не знает как первая жизни негабарит L'est по германии немцы первого когда сняли с автобана проверили все штемпель поставил печать в этот в таху все больно через час меня опять полицаи сводится автобана на штук на 40 полицейка кукин покажи я ему шайбу достаю штемпель окей то второй штемпель гутафара 3 полицай контроль уже почти выехал до польши осталось чуть-чуть 3 свозят ягру ходит от свой полицай-контроль он я я гру я копки гутафара даже ничего не проверял о прикиньте я его просто на словах сказал что сегодня два полицейских контроля уже было он даже ничего не проверял все езжай здесь все четыре раза остановите четыре раза проедет как так то не доверяют друг другу подскажите кто знает я не имею ввиду тоже транспортный контроль на тупые стуки те же но вот он раз уже до сюда он доехал с этим габаритом значит он как-то чего до сюда довез хотя конечно знает откуда может она выехал только что с ним ближайшей деревне там можно всего лишь единственное все там бумагу на одном контроле дали показал и поиграть и господи качестве все можно до ростова за ростов не включать я не буду включать здесь он здесь не заткнется никогда только когда уже за ростов зайдем можно будет включить вот такие дела 58 нам до без ной ростовской а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 люди уже накупаются наверно нет пойти посмотреть все как вы думаете сальским на на сальском кольце что-нибудь изменилось голову на заклад ложу что там ничего не поменялось но я не в плане строительства тут на вот видите уже почти объездную достроили на последний раз я здесь ехал вот еще струйка шла полный код а во втором ряду якобы ехать нельзя так во всяком случае было нарисовано полосам вот я имею ввиду сейчас этих шнурей сейчас посмотрим у нас уже всего закат он солнышко прячется где-то там на западе время без 10 8 и наверно поедем мы до транспарка в кущевке и не вижу я дальнейшую смысла дальнейшей езды дальше сейчас стемнеет через полчаса минут 40 и куда уже по темноте валить я сначала думал может таков кропоткина дайте до кропоткина еще 200 километров это еще три часа полета к 11 вечера приедешь кори зон нет уже немножко здесь что-то по-другому перерыли в плане того что не у всех по убирали и мы же просто здесь негде стоять вы видите никого нет а где ли все огонь век воли не видать сейчас все будут стоять там где-нибудь за кольцом вот сейчас развернемся уйдем в сторону краснодара и тут они все вот уже набегают да или нет да 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 вот смотрите честно выходе здесь транспортные на куски стоят кайцы наверно будет дальше за мостиком вот сто процентов солнышко у них уже все оставалось ростов перед нами до свидания ростов папа ну все правильно так оно и есть ространс надзор слот из кольца выгнали они здесь здесь можно даже не останавливаться вот смотрите видите знака транспортный контроль нет то что тут стоит на каких-то желтых мигалках пускай он что делает хочет то и дел ничего вас не обязывает здесь ему останавливаться как их сейчас бы тормозил честное слово не там не остановился поехал бы дальше так а кайцы должны где-нибудь здесь стоять тут тусоваться нет странно не видать странно я думал что они на яду без работы не сидят пацаны это назначено цветами позначнее место нашли а мы да все поедем транспарк как помыться туалет там все эти ватт но приедем уже девять вечера еще не надо изменять но просто обижали ремонт костика а рацию еще рано включать вот этот рынок проедет можно включить а можно и не включать вообще никакого резона от нее нет это калекаса врач здесь тоже стоянка такая большая как костюм Ну, на ней ни разу не ночевал. Слева там, в сторону Ростова, разу ночевал. У меня два стояло. Загрузку ждал. Фу, плещи на небо. Что-то тут тоже все разрыто, все в ремонтах. Что значит давно не ездить в эту сторону. Год назад. Да, год назад здесь был в последний раз. Что тут уже на цукеровой балке рентген открыли с левой стороны. Смотрите, какое здание отгрохали. Да, не габарит правее, да. Ой, не, не габарит. Нет, еще, наверное, здание не работает. Еще строительство ездит. Вот сюда. Краснодарский край Цукорова Балка. Знаменитый когда-то пост. В кавычках. Все, до транспарка тут осталось. Другой подать. Мне когда-то тоже знаменитая столица. Ой, станица. Станица. Кущёвская столица. Кущёвская тут. Группировка или банда, как она там правильно называется. Тут тоже вот стоянка есть. Дальше как-то тут и ночевали. Тут получается кучком друг за дружкой. Ой, что-то уже не спать охота. Девять вечера. Хватит на сегодня. 640 километров отсюда остается. Завтра день работы. Вот он наш транспарк. Места еще по-любому должны быть. Паркинг большой. Просто дальше там, ну, я не знаю. Я в Кропотке не только знаю стоянку. Больше там где-то ночевать. Яму на выкатывали. Перепроложить. Конечно. Хотелось бы в елочку. Хочется так стоять, чтобы... Мимо ца все ездили. 51 километр. Ну, с елочкой может быть... И не получится. Тут уже вон даже сзади заставлено все. Вся елка вон сзади заставлено. Тут уже елка вторым рядом заставлена даже. О, ну, как раз хозяин Медной горы хоть-то. В принципе, можно и вот здесь вот слева прижаться. В общем-то. А что нет? Или в елку вторым рядом залезть. Не получится ни первым, ни вторым, ни... Короче, остановлюсь я здесь. Пока еще есть где стать. Еще ночи не слишком жаркие. Можно спать с открытыми... С закрытыми форточками. Сзади спайка стоит. Какая-то штука... В него не заехать бы. Надо ближе к траве стать. Хозяин пришел. Дорожная. Да, ночевать. Чуть-чуть уберемся. Как раз получится хорошо так. Оп! На бугре. Все, братцы. На сегодня все. Точку я уже отбил. Где свет? Хорош! Продолжение следует... Продолжение следует...